Музыка Нам звонили в редакцию и спрашивали, а где же делся руководитель областной администрации Михаил Саакашвили? Его, дескать, нет в городе. Он не спрятался, слава богу, а находится в Нью-Йорке. Далековато, согласен. Но именно там, в Нью-Йорке, в одной из бизнес-столиц мира, Михаил Саакашвили, представляет инвестиционные возможности Одесского региона. Напомню, что в Одессе, в Одесском регионе начала уже свою работу операция «Витрина», вот так мы ее называем. Из Одесской области, по нашим данным, будут делать витрину не только для всей Украины, для Европы. Надеемся, что все у нас получится. И дело не только у человека, которого величают губернатор. Ну нет у нас такой должности, это неправильно. У главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили все получится. Будем надеяться. Когда меня спрашивают о моем отношении, я говорю, у меня сдержанный оптимизм. Наверное, это наиболее точная формулировка тех настроений, которые я связываю с Михаилом Николаевичем. Давайте называть ее так, по-нашему. Итак, пока Саакашвили в Нью-Йорке, мы обсудим, хотя прошло некоторое время, несколько дней, 3С от Саакашвили. Стратегическую сессию в Саакашвили. Это и будет темой нашего разговора и делиться своими впечатлениями и уже неким анализом того, что же там происходило на морском вокзале, что это за взрыв мозга для всего интернета. И, наверное, надеюсь, не только для интернета. Там осуществляли все эти люди, которых собралось, то, говорит, 700-600 человек. В любом случае, людей очень много и все думающие, как минимум. Насколько они реалисты, мы сейчас и узнаем. На человеке, который непосредственно в этом принимал участие. Здравствуйте. Вот эксперт по недвижимости расскажет нам о своих впечатлениях сессии. О 3С от Саакашвили. Прошлое воскресенье, стратегическая сессия Саакашвили. Давайте восторженно, потом так, как было на самом деле. И к чему мы в итоге пришли фактически через неделю. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Вы как-то правильно подметили насчет взрыва мозга. Ну, как-то так получилось. Да, взрыв мозга был в определенной степени. Ну, я бы хотел уточнить, потому что именно формат так и назывался. Это был мозговой штурм, по сути. Это был такой глобальный мозговой штурм. Я думаю, до этого в Одессе еще не было предметов. В Одессе точно не было, в мире практикуются. В мире практикуются, практикуются исключительно в узкоэкспертной среде. То есть, это бизнес-тренинги, когда вот, ну, впервые это было именно, выглядело именно так. То есть, в таком огромном количестве людей, 600 человек, вы правильно сказали, там плюс-минус, люди совершенно… Это только отобранное, насколько я известно, потому что желающих заявок было просто очень много. Да, почему, почему, как бы, 600 человек изначально поднялся даже какой-то определенный мини-скандал в соцсетях? Потому что, как же так? Столько желающих опять, мы начинаем использовать какие-то старые методы, там, телефонных звонков, родственных связей происхождения. Что же это такое? В итоге организаторы постоянно сдвигались, сдвигались, и от изначально заявленных 200 мест, они в итоге нашли вот хорошее место, я считаю, идеальное для таких форматов. Это вот до 600 человек такой провели форум, который, наконец-то, нам показал, как мы можем решать наши проблемы, какие-то предлагать идеи, вместо, я думаю, всем уже надоевшим и неконструктивным митингам, которые происходят на улицах. Если даже брать для сравнения какие-то общественные ослушания, на которые их часто бывают, то, действительно, конструктива здесь была намного больше. Прежде всего, потому что было минимум бюрократии. То есть мы даже шутили о том, что, подождите, а как же мы не будем назначать секретариат, не будем раздавать комитеты на же 600 человек, что мы сейчас просто будем собираться и предлагать. То есть те, кто особенно из Советского Союза, они привыкли, что, да, там, начиная с перенери, надо было избрать президиум, секретариат. Люди были разные, направления у людей были разные, были общественники, просто гражданские активисты, общественные организации, бизнес. То есть, ну, я думаю, ввиду того, что и спектр тем был широчайший, соответственно, людей тоже пригласили по направлению. Поэтому чувствовалась вот эта атмосфера, знаете, вот она прям, воздух был ионизирован вот этим вот сжижанием позитива. Потому что сама тема звучала как, какой вы хотите видеть Одессу через три года. То есть конкретно цель, временная шкала три года в течение трех лет. То есть никто там не говорил о том, что мы там хотим там каких-то полететь в космос и тому подобное. Четко в течение трех лет, что максимально реально. Поэтому люди в силу своих возможностей, каких-то ожиданий делали определенные предложения. Давайте будем так, говорить сегодня и о реалиях, и о тех впечатлениях, которые, в том числе в социальных сетях, о которых мы говорим в каждой нашей программе. Уже сегодня без этого не представляется ни жизнь, ни эфир. И о тех реальных проектах, которые, ну, на ваш взгляд, прежде всего, они действительно не только имеют право на жизнь, но и будут реализованы в Одесском регионе, в Одессе в частности, в ближайшее время. Итак, один из советников нынешнего городского уголова Геннадия Труханова, Сергей Дубенко, который теперь отвечает у нас за парковки. Не знаю, в сессии ли к этому приложила усилия, насколько я знаю, нет. Тем не менее, заметил в день прохождения этого форума, назовем его форум, действительно, это был большой форум, заметил следующее, что на его взгляд и из опыта, таким мозговым штурмом должны заниматься 3-5 человек во главе с руководителем, который в итоге проявляет политическую волю, принимает окончательное решение, послушав рекомендации вот этих людей. Тут было 600, то есть, дескать, ну, вот превратили в некий такой балаган, сняли крышечку для общественности, выпустила общественность пар и на самом деле в итоге ничем это не закончится. Согласны ли вы с таким утверждением? Если нет, и о реалиях, что на ваш взгляд, ну, что касается, например, вашей сферы, да, выглядит сегодня действительно реальным, но для этого необходима политическая воля, губернатора, давайте скажем так, мнение общественности определенно, ну, инвестиции, те, за которыми Саакашвили поехал в Нью-Йорк. Начну по порядку. По порядку, да. Организаторы форума изначально заявили, со сцены, ведущий был один, Валерий Пекарь, да, он сразу сообщил, что мы впервые сталкиваемся с таким количеством людей, поэтому вот этот вот формат, который мы предложили, он в принципе на это не рассчитан, но мы решили попробовать. Абсолютно согласен с Дубенко. Это прежде всего промоушен, это классный промоушен, это то, чему учит западная школа менеджмента. Не тот менеджмент, который у нас на кафедре экономики предприятия в разных вузах, это именно тот менеджмент, который должен быть. Человек может быть не специалистом, но он офигенный управленец, извините за выражение, и он знает четко задачи, и может их донести до своих подчиненных, и имеет четкие временные рамки. Соответственно, этот форум, он должен был дать людям сигнал, не только людям, я думаю, это сигнал для всей страны, для всего мира, о том, что бренд, потому что Миша Саакашвили, он, кстати, дал разрешение называть себя Миша, я присутствовал среди тех людей, которому он так и сказал, я просто Миша, не надо мне там Михаил, просто Михаил Саакашвили дал сигнал всему миру о том, что я приехал в Одессу, мы ее просто так не оставим, это будет показательный регион для всей страны, в которой мы будем что-то делать, причем это будет эффектно не хуже, чем в Грузии. Потому что если сравнивать, например, возможности Саакашвили как президента и возможности его как главы облах администрации Одесской, ну это разная весовая категория, но приблизительно по площади мы можем сравнить, поэтому на Одесской области... Ну географически, да, там физически... Да, можно сравнить, поэтому очень легко какие-то параллели проводить. Стартовые площадки такие сюда. Вот, поэтому форум действительно, да, он был призван показать общественности тем активистам, которые пришли этот так называемый отбор о том, что наше, ваше мнение нам не безразлично, приходите. Михаил Саакашвили выступил с пламенной речью в начале, естественно, закончил в течение... После шести часов проведения форума, это было достаточно тяжело, он закончил такой же речью. Он практически там же, в какой-то виде определенной импровизации, он попытался быстро обработать те материалы, которые ему быстренько дали из того, что сделали. Вот, поэтому, в принципе, он показал, по крайней мере, показал всем, не только тем, кто туда пришел, показал, как это можно делать так, чтобы людям это нравилось, и чтобы люди чувствовали, что от них хотят что-то услышать, какую-то отдачу определенную. Поэтому дальше был отчет городского головы, я увидел, что, в принципе, уже методы нашли свой отголосок. То же самое Сергей Дубенко, я думаю, я слежу за ним в фейсбуке, он отлично работает в плане отдачи между теми, кто ему пишет, задает вопросы в своей временности какой-то. Я думаю, что эффект от него будет определенный, тем более такая сфера, как парковки. Я лично ему какие-то там... он когда спрашивает совета, где-то пытался ему что-то посоветовать в этом плане. Поэтому я тоже настроен оптимистично на назначение Сергея Дубенко на эту позицию. Уже на Лонжероне уже видны первые результаты, они, по крайней мере, цивилизованно отделили вот эти вот проезжие части, разделили потоки движения, это абсолютно правильно сделано. И те изменения, которые он предложил по Екатерининской улице изменить парковку, тоже давно об этом говорил всем. То есть, ну, что-то будет, в любом случае, динамика есть, и она будет положительной. Теперь, что касается... опять вернемся к главе об администрации. Были люди на форуме, их было множество, которые, опять же, пришли в надежде, что кто-то вот появился, который возьмет и решит все проблемы за них, возьмет это все на себя, нагрузит и быстренько сейчас наведет порядок. Этого не будет. Таких был процент довольно-таки большой. Большой, большой. Но Миша сказал четко, в начале выступления, в конце этого не будет. И давайте от этого отходить. Что не будет у вас больше царя, который за вас будет все решать. Вы должны решить. А наша задача, как государство, он предоставляет, прежде всего, исполнительную власть. У него не так много полномочий, как многие бы хотели. Наша задача не мешать вам. То есть это максимальный либерализм, максимальная дерегуляция. И прежде всего, прежде всего, это вот основная надежда, которая на него возлагается, это кадровая политика. Потому что что-что, а людей расставлять, менять, раздавать приоритеты Саакашвили умеет. Опять же, западная школа этому очень хорошо учит. Поэтому, как вы говорите, у вас есть какой-то... Сдержанный оптимизм. Сдержанный оптимизм, у меня оптимизм, он более чем сдержанный. Я просто оптимистично настроен. Потому что я посмотрю, что человек работает профессионально. Он возвел уровень менеджмента до собственного ремесла. То есть это человек, который, я думаю, теперь всю оставшуюся жизнь будет как наемным государственным менеджером. Потому что он показывает определенный результат. Давайте я вас спрошу, как сдержанный оптимист, оптимиста более романтичного. Скажите, пожалуйста, вы понимаете, лично вы в том числе, что таким образом вам дали высказаться, вам дали возможность проявить себя, уже проявить, да? Вам еще и дали возможность, да, возможность, прежде всего, принимать теперь решение самостоятельно и взять на себя ту ответственность, разделить, вернее, ту ответственность, которую на себя взял Михаил Саакашвили. Миша, который пришел на пост главы областной администрации. И потом он имеет полное право моральное сказать, не дай бог у него что-то не получится. Хотя, опять-таки, я надеюсь, получится, что я же был не один. Вот были вы, да, ну был я, наверное, там еще ряд людей, которые обещали мне помочь, в итоге у них не получилось. А в итоге проспали, да? Ну, хорошо, проспали, пусть будет так, у нас эфир все-таки, да. С этим-то как делать? Да, высказаться дали, причем это не было сразу забыто и закрыто, то есть процесс, он продолжается до сих пор. То есть там формат предполагал сбор информации, ее систематизацию, более, с каждым этапом все более концентрировано. В итоге это все дошло до каких-то 12-15 тезисов направлений, которые сейчас... То есть есть си, да, определенные, там остаются самые густые. Да, обрабатываются, и буквально вот на днях еще будут дополнительные встречи с кураторами каждого направления в Одесском импакт-хабе. И потом уже специалисты из Киева, из проекта «Новая краина», там именно по сферам экономисты, культуровые и тому подобное, будут уже обрабатывать и выносить свои предложения для губернатора. Но все равно я же прекрасно понимаю, что это все-таки как определенный элемент шоу и промоушена. Мы все просто должны понимать, что человек не всесилен, тем более на такой позиции. Мы все были люди, которые это понимали, я вхожу их в число, что нам прежде всего нужно брать на себя ответственность. А то, что мы там высказали, это... Я вам, человек, который это все фиксировал, могу сказать, что в основном люди всегда говорили об одном и том же. То есть это не было... Вопрос был конкретный, поэтому вопрос-ответы давались конкретно. Это не было мы против всего плохого, мы за все хорошее. Все говорили о дорогах, все говорили о коррупции. Не импонирует то, что вы поняли мой посыл, называйте сейчас болевые точки. Да, о коррупции. Прежде всего, коррупция это было на первом месте, я неправильно расставил. Все говорили о коррупции, а потом уже о дорогах. Все говорили о развитии инфраструктуры, все говорили о морском транспорте, о водном транспорте в целом, который у нас сейчас не реализован. Все говорили о состоянии ЖКХ, хотя тоже я считаю, что не совсем корректно эта тема была внесена, потому что у губернатора не так много речагов повлиять на ЖКХ. Но в том числе это и было. Все говорили о развитии региона, о развитии портов, говорили о кадрах, о земле, о сельском хозяйстве. То есть вот то, в принципе, о чем все прекрасно знают, об этом и говорили. Я уверен, что Миша тоже об этом прекрасно знает. Он эти темы тоже называл, и в конце, когда он уже анализировал, я же видел, что у него некоторые пункты уже, в принципе, уже были проработаны. По дороге он же сразу дал отдачу по поводу Одесса-арени, что вот этим я начну заниматься. Опять же, подарок нам сразу же сделал, уже информация прошла насчет Кубка Украины на Черноморце. Я думаю, все этого ждали, и вот, пожалуйста, какие-то первые шаги. Поэтому он нас услышал, мы почувствовали, что нас кто-то услышал. Люди, которые там были, вышли оттуда с огромным зарядом оптимизма. То есть кто-то вышел просто, почувствовал, что какой профессиональный уровень. Кто-то вышел, действительно подумал, ну все, теперь все поменяется. Это тоже полезно, это должно быть. Сейчас время тяжелое, сейчас людям нужно какие-то такие подарки делать. Ну давайте, подарки, это, конечно, хорошо. Вот вы вышли из зала, да, мы сейчас находимся в студии. В принципе, прошла фактически уже неделя после того, как эта стратегическая сессия состоялась. Вы спрашивали, почему мы не были, вот я в частности, на этой сессии. Именно для того, чтобы потом услышать тех людей, которые там были, дабы, ну знаете, такой немножко не зашоренный был взгляд. Я вот о чем. Хорошо, поговорили, просеяли вот эти идеи. Все это реализовалось, там, кристаллизовалось, вернее, уже в какие-то пункты определенные. Вы их назвали. Дальше что? Вот людей интересуются, что дальше? Потому что две трети, к сожалению, наши телезрители, ничего личного, не в обиду им, да, пусть тоже понимают и анализируют. Они не придут завтра к нам, к вам и скажут, мы хотим заниматься дорогами. Но заниматься дорогами не что-то там отжать, да, а именно, ну не знаю, рыть треншай, условно, для дороги, там еще что, да, работать. Вот с этим-то как быть, кто будет этим заниматься, начиная от початкового этапа, скажем, украинского, и заканчивая вот этой, той самой хорошей выстроенной трассой Одесса-Ренинг? Миша. Опять Миша? Опять Миша, да. Заявил также о том, что он представляет широкий круг инвесторов иностранных, которые на любом этапе уже сейчас готовы вкладывать деньги в Одессу, как только он создается. Вы думаете, он зря поехал в Нью-Йорк? Нет, естественно, я так не думаю, я уверен, я даже переживаю, что нам осталось место, местным предпринимателям где-то что-то поучаствовать, я шучу, конечно. Вот, идеи, которые были озвучены, они же, опять же, повторюсь, они не новы, то есть эти наработки в любом случае у него уже есть, да, что-то может быть он добавит в своей программе, он по мере того, что он действительно в силах решить, потому что, вы же понимаете, человек всегда хочет по максимуму, а получается, как получается. Он, я думаю, выберет какое-то себе направление, несколько, много их не может быть, потому что три года не такой большой срок, тем более, что касается города, у него не так много возможностей. Выберет несколько направлений, опять же, у него есть хорошее, очень хорошее лобби, прежде всего, в Киеве, почему он сюда и приехал, и уже, если мы посмотрим происходящее в сетях на этой неделе, уже он даже говорил, каким образом он может на кого-то повлиять. Поэтому где-то он будет пробивать финансирование на определенные проекты. Я не думаю, что это будет настолько ярко проявляться, что столько направлений, но три-четыре направления точно там будут. Там точно будут дороги, там точно будет какое-то культурное развитие, будет что-то поддержка фестивалей всевозможных, точно будет развитие инфраструктуры 100%, и кадровая политика, опять же, повторюсь, люди будут меняться. И, наверное, все уже об этом услышали. Один из итогов вот этой стратегической сессии Саакашвили, вот этих трех «С», как мы их назвали, это действительно кадровая политика, был призыв к людям, гражданам, волонтерам, приходите, поработайте, в том числе и в областную администрацию. Вы не зря улыбаетесь, вы понимаете, что мой следующий вопрос будет именно об этом. Готовы ли вы, да, вы сегодня как-то больше на персонале... Я улыбаюсь по другому поводу, я вспомнил... Даже так, хорошо, готовы ли вы прийти в областную администрацию, чем заниматься, как эксперт в своей сфере деятельности? Я сейчас скажу о том случае, который там произошел, когда давались задачи, было предложение описать проблематику, которая мешает достичь тех результатов, которые мы завели в течение трех лет. И кто-то пошутил, ведущий говорит, можете писать фамилии. Так вот, люди многие ринулись, действительно, составляют черные списки, как в 37-м году. Я фиксировал, у нас там был формат, не предполагал обсуждение, нужно было просто фиксировать. То есть это люди высказывали с точки зрения, никто не спорил. Поэтому я писал просто то, что мне диктовали эти желающие. Но это было достаточно забавно по поводу фамилии. Что касается работы, то да, он озвучил о том, что проходит конкурс на главы районных администраций, которые он до этого немножечко почистил. И опять же, на волонтерских началах, да, эксперты, специалисты с разных направлений, они в том числе будут избираться по результатам вот тех вот, этой сессии, которая проходила. Потому что там по каждой теме были закреплены определенные люди, которые фиксировали, потом это все немножко сужалось. В итоге кто-то из них доносит эту информацию уже непосредственно до него, до его замов. Поэтому я думаю, что 100% из них кто-то туда пойдет. Я смотрел на сайте облах администрации разделы. Вот, куда можно было пойти. Я, в принципе, еще нахожусь в раздумьях. Вот, ну, есть у меня такая идея на самом деле. То есть вы готовы, да, поставить свое плечо и участвовать? Каким образом это участие вы свое предполагаете? Действительно ли это волонтерство, это участие в мозговых штурмах? Кстати, в мозге действительно идеи ценятся больше всего. Оттуда уже можно отталкиваться. Или это какой-то другой, скажем так, посыл? Потому что, ну, та же чиновничья работа, мы прекрасно понимаем, это тяжелая, кропотливая, такая, подчас бумажная, ну, сегодня электронная деятельность, от которой устаешь. Которая надоедает, но ее все равно необходимо делать. Как вы себя... Это, кстати, то, что пугает, прежде всего, когда ты переходишь из частного бизнеса на госслужбу. Вот я же о чем говорю. Должен предполагать, что мышление полностью в корне меняется. Потому что госслужба, она настолько часто решена от реального мира, что приходится, ты чаще просиживаешь, грубо говоря, штаны, там перекладываешь бумажку с одного ящера в другое, вместо того, чтобы заниматься реальной работой. Поэтому это вот один из факторов, который вот заставляет меня подумать. Что бы я мог предложить, как вы сказали, я представляю недвижимость строительства, и зная, что Саакашвили, он точно так же высказал свое мнение, говорит, я, естественно, за строительство. Ему говорят, на 60% спад строительства в Одессе – это очень плохие показатели. Но, опять же, он уточнил, что идет беспредел в городе, как бы тоже, да, все понимают. Вот поэтому я с этой точки зрения, опять же, дополнительный оптимизм, потому что я знаю, что произошло в Тбилиси, вот, города Грузии, которые раньше никто не знал, теперь во всех путеводителях туристических мира, то есть они быстро создали туристическую инфраструктуру и строили города с нуля. Поэтому в Одессе в этом плане, почему, опять же, Одессу предложили Миша, это тот регион, я считаю так, я думаю, многие со мной согласятся, который имеет наиболее нереализованный потенциал, и кроме этого, этот потенциал именно в Одессе можно максимально быстрыми темпами реализовать и достичь каких-то длинных результатов. Ну, в том числе через строительство, наверное, прежде всего, если мы хотим и говорим об Одессе как туристической мекке Украины, каким образом это должно проходить? Да, я продолжу. Он сказал о том, что его задача увеличить поток туристов, то есть до 2,5 миллионов. И сразу же вопрос, а что Одесса предложит такому количеству туристов? Заметно, абсолютно верно. Ведь мы сейчас уже прекрасно видим, что происходит в городе, да? Что еще нет такой жары, но пляжи уже забиты, город уже забит. Сервиса, как такового, в Одессе достаточно низкий сервис, что касается предложений для туристов и общепита, и проживания и тому подобное. Поэтому Одессу придется расширять, придется чем-то жертвовать. Поэтому в данном случае можно было бы работать по поиску и нахождению эффективных механизмов взаимодействия разных заинтересованных сторон. Здесь будут простые граждане, которые живут в каких-то районах, которые, мы видим, имеют потенциал для того, чтобы их дальше развивать. Какие-то общественные организации, бизнес крупный и средний, чтобы все интересы учитывались. И Одесса развивалась не просто спонтанно, да? Там кусок какой-то есть, мы его быстренько сейчас построим, там гостиницу и кучу ресторанов. А чтобы была какая-то концепция общая, причем я за глобальную концепцию, которая будет занимать, ну давайте, может, там как-то разделим какими-то этапами, вот как про Аркадию не хочется говорить, это всегда плохой пример. Да, только вздохну. Но нужно перестать разделять на наши побережья, например, на какие-то маленькие кусочки, которые выглядят... Да, кстати, идея не на варенье тоже, не даже 10, не 15, это больше. Об этом все говорят. Но ни у кого не хватает политической воли. Я думаю, кто был на грузинских курортах, видит, как у них это сделано. Это о том, что у нас вроде как побережье большое, на протяжении всего города, но отдыхать туристам можно всего лишь в 3-4 точках, потому что все остальное это просто дикие пляжи. И самое здесь интересное, что множество горожан, которые хотят сохранить эти дикие пляжи, потому что им нравится этот формат отдыха, прийти там сразу же шашлычок пожарить с детьми и тому подобное. Поэтому вопрос, задача непростая, но вот это все побережье нужно осваивать. Нам нужно создавать морской транспорт, нужно восстанавливать те утраченные когда-то причальщики, создавать, восстанавливать эти морские трамваи, чтобы мы меньше пользовались дорогами, заторами, а больше пользовались водным транспортом. Создавать лодочные станции. Понятное дело, что бюджет это не может потянуть, нужен инвестор. А инвестор не будет просто так вкладывать проекты, если он на фоне этого не будет создавать себе какую-то дополнительную инферструктуру. То есть вот здесь нужно находить компромиссы. Опять же, Миша Губернато представляет инвесторов, он им представляет какое-то готовое поле, и на уже здесь мы начинаем смотреть, кто готов куда подвинуться. Вот это поле, о котором вы сказали, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, кто его будет готовить. Ну понятно, не один губернатор, в том числе такие эксперты, как вы, если мы говорим о застройке побережья. Вот эта концепция, она, наверное, мне кажется, довольно-таки несложна. Я не специалист в строительстве. Изложить хотя бы там визуально, вы профессионалы, да? Визуально показать инвестору, может быть вот так, или чуть-чуть изменить, но согласен, что это должно быть комплексно. Это должен быть один инвестор, это должен быть местный инвестор, или это должны быть люди из-за границы, которым все равно, где одесситы будут жарить шашлычки, о которых вы говорите. Я понимаю сейчас, какие камни у нас с вами полетят, в людей, которые говорят, да, надо что-то с этим делать. И я хочу сказать, что в Одессе самое главное это дать возможность заработать всем, кто здесь находится. Правильно. Несмотря ни на какие группы по интересам, какие-то предыдущие распри должны сейчас все объединиться И там политические воли у нас не витают. И как раз, может быть, это назначение, оно как-то вот сгладит. То есть человек вроде как не заангажирован, с связями с кем-то не замечен, поэтому по идее давайте зеленый свет всем. Соответственно, вот та концепция, о которой я говорю, какой-то мегапроект, который даст огромное количество рабочих мест, которые на год, допустим, мы к следующему сезону захотим подготовить какую-то группу объектов. Сюда можно включить абсолютно всех предпринимателей, которые желают в нем участвовать. Более того, город тоже готов идти на это. В кабинет мэра по этому поводу открыт. Опять же, тоже можно подходить. Но получается так, что на данный момент в основном вся инициатива, она исходит, конструктивная инициатива, она исходит, опять же, из бизнеса. Это нормальное явление. Бизнес, он как тяготит к прибыли, к деньгам, он всегда видит первее всех, где можно заработать. Дальше уже идет столкновение где-то, непонимание с какими-то общественными организациями, с вообще людьми. По-другому быть не может, конечно. Но люди привыкли жить так, как они привыкли жить. Когда кто-то предлагает, например, снести какой-то старый ветхий дом, пусть он даже не имеет никакой архитектурной ценности, все равно это воспринимается в негативе. По-другому быть не может. Опять-таки, как подать информацию? Подать информацию, да. Но людям нужно подходить аккуратно к общественному мнению, потихоньку формировать, влиять на людей, показывать им проблематику. Потому что я как эксперт... И, наверное, что-то социальное предлагает. Я вижу, в каком состоянии все это находится. И люди чаще всего, которые не проживают, например, если вот опять же та тема сказала, в этом доме, они выступают против его сноса. А те люди, которые живут там, они ждут годами, семьи стоят в очереди, чтобы оттуда выселиться. Молятся кусподумову, да, чтобы не выселиться. И я понимаю, да, мы там хотим, чтобы Одесса не изменилась. Но не может такого быть. Одесса не может стоять на месте. Она может либо умереть, рассыпаться, потому что уже просто несущие элементы не выдерживают времени, либо она будет развиваться, и мы должны что-то с этим делать. А раз мы собираемся ее развивать, давайте работать над этим вместе, давайте выслушивать все точки зрения. Не просто, да, там, понятно, инвестор хочет максимально заработать количество квадратных метров. И это естественно. Послушаем общественность. Они хотят зеленую зону. Пожалуйста, давайте создавать зеленую зону. Зеленая зона — это тоже как бы околосоциальный проект, который может косвенно, но влиять на бизнес и приносить дополнительную прибыль. Сейчас это все работает, методика известна уже, я не знаю, ну, по крайней мере, я знаю множество бизнесменов, которые это понимают и не будут жадничать на таких вещах, как какие-то общественные зоны, зоны притяжения. У нас, смотрите, с бизнесменами все в порядке, да, в этом плане. Не оговорился, действительно, понимают, наверное, большинство, что надо. Многие, многие, да, готовы, большинство даже, это уже вы, как представитель бизнеса, в том числе, утверждаете. А сегодня общество не готово, мы тоже это прекрасно понимаем. Как общество подготовить к тому, что бизнес открылся, бизнес протягивает руку, и такая же рука, а не извините, кулак, как было там возле дельфинария, должны прилететь в ответ, да. Что будем обещать, и будем ли вот эту общественность привлекать к реализации данных проектов? Через рабочие места, что вы правильно сказали, через какое-то социальное жилье, возможно, да, ну или, не знаю, там что-нибудь другое. У нас полтора минуты дает. А вот как раз мы вернулись к истокам моего оптимизма, то есть я увидел профессионала, который может людям правильно доносить эти идеи. Он просто человек, который, посмотрите там на Батуми, он может сказать, вы хотели, что приобретели, давайте вот делать так, как я делаю. Он очень интересно подходил к такого спорного вида вопросам и удачно их разрешал. Поэтому, я думаю, если мы все вместе, а теперь уже появился такой профессиональный менеджер, который умеет красиво это все доносить, если мы возьмем все это, я думаю, мы сможем многих людей, ну не то что уговорить, это звучит как-то, многим людям показать, что время не стоит на месте и в каких-то динамике все-таки и находится прогресс. Поэтому я вот как раз и надеюсь, что команда, которую сформирует, молодая команда, потому что в основном были молодые люди, они смогут доносить и как-то, может быть, сформируется какой-то активный клубок горожан, которые будут задавать. Я не знаю, конечно, телезрителям судить, каким у нас по настроению вышел эфир. Мне кажется, он был как минимум живой, а это дает определенную надежду на то, что действительно у нас все получится. И понравилась мне фраза «Если мы чего-то не изменим, то Одесса будет умирать». Мы ведь этого не хотим, правильно? Никто не хочет. Мы хотим, чтобы Одесса жила, развивалась. Спасибо вам огромное. Действительно, все будет хорошо. И буквально уже в финале нашей программы. На достаточно длинный период, я не говорю, что я исчезну из эфира, у меня просто не будет наших прямых эфирок, я уеду на восток. Я думаю, что если все у нас получится, то включение и рассказы о событиях на фронте вы будете получать посредством телефонного звонка. Все будет хорошо, поверьте мне. И в Одессе, и, понятное дело, в Украине. Будьте мне здоровы, до встречи, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok